Я решила начать новый влог. Спасибо, что заглянули на мой канал. Давайте начнем. Ой, невозможно. Один вики стоят. Решила сделать пирожки. Накатала вот так шариками. Жирное, видите, масла очень много. Это начинка, яйцо обжаренное, морковка с луком. То есть майонезом есть специи. Вот так вот у меня получается. Теперь нам 200 поставим. В духовку надо помыть. Ой, что, сыночек? А ты что хочешь? Сейчас себе укол сделаю. Лицо болит. Не могу лечиться, потому что ребенка кормили вроде. Не боюсь, что так в хроническую стадию у меня все придет. Если уже не пришло. Я забыла, что у меня яйца можно было желтком покрыть сверху. Яиц у меня таких не осталось. И яйца внутри. И я их поэтому как бы дольше держала, чтобы они потемнели. Немножко побаиваюсь, что будут твердыми. Не, не то чтобы слоеные, а как слоями. Горячая еще. Вот такая начинка вот. Начинка очень вкусная, очень вкусная. Но тестом я как бы пока еще не очень довольна. Не знаю, пойдет. Хорошие пирожочки пойдут. Хорошие. Голосовали за президента. Выбрала. Ну, я, Захарка, вместе со мной была. У нас плюс 20. Восемнадцатое сегодня число, да, в Ставрополе. Плюс 20. Вот в эту школу в Красную я и ходила. Вот эта школа Красная крыша. Это дом частный. Тут дорогие квартиры. Тут на каждую квартиру как бы свой гараж есть. Вот. Сходили мы, проголосовали, погуляли. Люди даже... Там у меня, кстати, новые джинсы, которые при поднятии ноги. Мне кажется, что они разойдутся. Люди даже из выборов президента. Ну, у нас в Ставрополе сегодня самый такой теплый день. Это первый вот тут сегодня плюс 20. Все предыдущие максимум это был плюс 15. Но она как особо не чувствовалась все равно. Вот. Люди все равно из этого тоже делают праздник. Вот. И шашлыки жарят, пиво сидят, пьют. В общем, с детьми все как у кого как. Да, Захар? Надо тебе ручки помыть, потому что он за качелью держался, катался. Сегодня первый раз один сам. Так. В детский мир я зашла и в перекрест. В детский мир, значит, питание. Первый раз взяла гречку с черносливом. Потом эти злаковые вот с таким яблоко-вишней, черное смородина. И все. И вот эти. Мне очень удобно вот эти ему давать. Выдавливаешь в рот и все. Муж, например, их не любит. Он больше любит с таких. Но вот в этих я не видела, вот в таких пакетизированных, я не видела, чтобы были овощи. Да? Поэтому, соответственно, овощи приходится брать вот такие. Один раз в день он должен есть овощи, что-то мясо, если я сама не приготовила. Вот это Захаркина. Тут только питание. В этом я захотела помыла. Взяла себе помыла. Пиво. Потом два граната. Упакованные, знаете, два граната. Дорого как-то стоит. Потом мужу халву взяла. Он любит. Я нет. И взяла ему пиво. Увидела, что все пьют. И тоже мужу взяла. У меня в воскресенье работает, поэтому крылышки с барбекёй и буженина с французской парчицей. Ему взяла пиво вот такое. Сделано в Германии. Я даже эту фирму не могу произнести. Я смотрела, смотрела. Решила ему купить, попробовать, чтобы он попробовал. По-моему, 130 рублей ее цена. Так, я чуть не помню. Это нам нужно было светлое, фильтрованное, пастеризованное. Вот пусть попробует. Папе купили, да, сынок? Папа расслабился на пять минут. Здесь-то чуть-чуть. Мы себе фрукты взяли, а папе пиво. У меня, кстати, новые джинсы. Я не помню, показывала или нет. Вот такие котята на коленках. Они короткие, кстати. Я вот что думаю, что у нас вот такой срач. Я вот что думаю, что они завышены, что они вот как бы при поднятии тянет. Ну, короче, качество туфтовое, я думаю. Потому что когда хорошего качества джинсы, они по-другому себя ведут. Захар, давай убираться будем. Захар, это что такое? А кто? А кто? А ты что ходишь и кидаешь себя в балласт? Захар. 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 Значит, что же мне вам сегодня рассказать такое? Сижу-сижу такая, вспомнила, что я же сделала покупку крымская живая косметика. А именно я поехала, поискала в своем городе, Брюс, есть ли у нас в Ставрополе уже какие-нибудь бутики хотя бы с крымскими товарами, ну, с Крыма, да, косметиками. Они есть, но я нашла только одну точку через интернет просто, вот. Мне нужна была грязь, грязь саки, сакского, сака, в общем, сакского хостера. Вот, в общем, мне нужна была эта грязь, надежда на то, что я буду делать аппликации на лицо. Хочу попробовать, так как у меня воспаление тройничного нерва, я хочу сказать, что это ад, 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 берегите себя, берегите свои нервы. И, оказывается, нервы могут воспалиться, их может продуть и так далее. Вот, ну, в моем случае, мне кажется, у меня совокупность невысыпания, нервозность, слезы. Я очень много плакала и, может быть, да, и плюс вот я могла, знаете, намазать маску, даже ту же грязь. Вы знаете, что у меня были вот там Буканская грязь, там Букан, это у нас Пятигорск. Оттуда у меня была грязь, я могла намазаться и выпереться на лоджию, например, снимать одежду, вешать одежду или, неважно, посмотреть в окно. И так, таким образом, могло тоже продуть одно лечишь, другое лечишь, короче. То есть, ну, вот так вот, ну, все-таки, мне кажется, это больше, ну, в моем случае, мне кажется, у меня совокупность. Так, Захар, значит, давайте покажу. Крымская живая косметика, вот такой пакетик, она мне надавала брошюрок. Я вообще пришла просто за грязью, знаете ли, оттуда всякие вот такие брошюрки. Вот это что-то непонятно, царство, волшебный мир с точным пряных ароматом. Вот, и знаете, пришел за одним, ушел с другим. Ну, все такое, конечно, красочное. Понятно, сливки для снятия макияжа. Ванила, как этот, Вилента, да, как будто. В общем, это ладно, да, значит, у меня здесь, смотрите, мыло. Мыло, крымско-натуральное мыло с грязью Сякского озера. Это я, по-моему, взяла для тела. Аромат, конечно, бомбовский. Ну, как, прям вот, сейчас, прям припирает горло мое. Можно вот так поставить состав. Просто из-за того, что здесь, там у него куча была мыл, куча разных. Даже с розмарином просто, вот, без всякой грязи. А одна вот такая, прям, 170 стоит. Фу, прям припирает горло. Ну, посмотрим, смогу я им пользоваться. А вот это она мне посоветовала, ну, знаете, когда прыщики для лица я взяла. Ну, с глиной, ну, вот. Когда прыщики. Поставим кокосовое, касторовое, оливкое масло, лое, чайное дерево, козье молоко, экстракт алое, леон, репейное масло, вода. В общем, это для лица. Оно пахнет уже не так битерно. Приятно уже. Дальше просто масочки. Вот такие. Вот эта маска скраб косметическая. Что у нас там? С клубникой. Дальше вот такие 4 штуки. Вот такая с глиной. Про вот эти она сказала, что их может даже хватать на 3 раза. Но, действительно, я знаю, что их намного хватает. Вот эти, говорит, серия очень хорошая, вот этих масок. Вот. Вот такая вот, видите, сакской. Сакское озеро все-таки. Грязь сакского озера для проблемной кожи. Тоже глина. Это вот такие вот тоже для проблемной кожи. И сакское. Там куча была масок даже вот таких. Это розовая ромашка. Тоже с грязью. Сейчас я вот выбираю, какую мне сделать. Фу. Ну и вонь. Это надо в загашник убрать, потому что для тела у меня есть там буканская грязь. Вот. А мыло, лицо. Ну, мыло тоже уберу, потому что мне нужно еще с масками заниматься. Я даже, какие мне там ни крема сейчас, ничего. Потому что лицо болит. Сильные. Обезболивающее выписано, что я от них как наркоманка. И да, и занимаемся отлучением от груди, потому что те препараты невролог, что мне выписала, их нельзя при грудном скармливании. Сейчас пока муж. Да, сыночек. Сейчас. Я до конца не застеливаю. Меня это раздражает. Бардак, да. До конца болит не застеливаю, потому что Захар слетает. Видите, там длиннее. Здесь короче такой диван. Как извилист. Модно она так, типа. И если вот болит, он скользкий, особенно вот эта сторона, она очень скользкая. И он вылетает просто, прям на голову может падать. Мания снимать носки. И ходить босиком, да? Жапатун. Давай выбирать, какую маску мама сделает. Вот эту, наверное, на глине. Или вот эту. Куда ты руку тянешь? Тебе что-то дать. На тебе вот журналы. У тебя журналов. На. Много. Всякие штуки. У меня и бельди были. Она и масло мне кокосовое показывала. Ну, на самом деле, очень так. Вы понимаете, для меня кокосовое или тоже мыло бельди, или менять сюда какие-то заморские товары. Мне кажется, хочется там больше, лучше покупать оттуда, откуда, где это действительно делают. Эта штука, она мне давала тестировать. Офигенная, конечно. Классная. Крем масла. Супер. Вот. Сухие духи тоже. Она мне нанесла сухие духи ваниль. Я, блин, целый день не могла избавиться от этого запаха. Мыло-мыло руки, мыло-мыло руки. Черное мыло-можжевельник, черное мыло-вино, черное мыло-лаванда, травяной сбором, чайная роза. Вот я на можжевельник бы взяла. Очень много было таких мыл с вином. Не знаю, люди покупают, получают. Трестная зала глубоко очищает. Мне надо будет купить вот эту штуку. Ой, я уже с тебя сильно снимаю. Да бог то мой. Чего? В общем, вот так я выгляжу. Ну, у меня, наверное, где-то полпачки ушло. Как тут так? Воняет каким-то... Можжевельником. Ну, травами воняет. Больше 15 минут держать не буду. Потому что вонючая она очень. Пойдемте посмотрим. Я только из душа вышла, маску смыла. Пришел папа. Я заказывала продукты. Сейчас я вам покажу. Это корм киски, сыночек. Вот твое питание перед сном, кашка. Кашка вот. Такая вся на бананом. Ты вчера вот эту пил. Она тебе понравилась. Она вкусная. Это просто... А это рисовая. Рисовая тоже хорошо. Потому что... Ну, должно... Долго перевариваться. Так, Брюс. Так, потом вот... Яблоко-банан. Творог. Сыночка. Дальше. Бабушка передала. Так, отец. Отец-муж. Отец-муж. Значит, у него заказала свои эти. Странный у меня месячный. Короче, два дня всего лишь будет. Так, бабушка нам купила морс. Говядина с гречкой. Говядина с цыпленым с говядиной. И тыква. Это хорошо. Тыковка. Так, это болгарские перцы. Наклейки две. Ну, наклейки уже мне не нужны, потому что там все дорого. Дальше здесь рыбчатый лук. Гранат Пата взял. Знает, что мама любит. Даже два граната. Один вывалился. Майонеза два. Рыбчатый лук. Дальше. Пену мы хрустим. Кстати, нам такие нравятся именно. Потом сыр. Эдам. Томбаска. Рулет куриный нежный. Вот, Брюс, на. На, это все твое. Лезешь. Да, сынок? Лезет и лезет. Вот, еще одна твоя. Дундыныч с салями. Это рулет. Вон, наверное, хотели поближе. Посмотрите. Ну, колбаса завтрака. Что она? Понятно, что не настоящая. На настоящую у нас нет денег. Два батона. Это вот на завтрак, в общем-то, для хлеба. Потом, если видят, пиво взял Антон Груди какой-то. Так, полотенце бумажное на вот эту палочку мою. Пахлава, кстати, смотрите, это помыла. Эти финики. Я не знаю, я не показывала. Мы вчера финики на рынке купили. Я вот эту тару все на два дня съела. Килограмм я финика взяла за 180 рублей на рынке. Я люблю очень финики. А это пахлава. Тоже зашли, мы зашли и купили вчера. Такая свежая, мягкая. Обалденно. Там с медом надо мне аккуратно. И гречка. Я давно гречку не ела. Прям так. Хочется, хочется. Все. Сейчас Захару буду давать вот это молоко пить. Нашел свое питание. Это столешница со стула. Я иногда прикалываюсь, снимаю. Шучу с ним. И прикалываюсь. Этого